Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга, и это новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Представители правоохранительных органов организовали дежурство на станции Калинина. 14-18 число дежурили совместно с именем отдела полиции на станции Расторгуева. В Видном прошла вторая ежегодная межрегиональная конференция врачей-онкологов. То, что это уже вторая ежегодная конференция, это говорит о многом. Театральная группа дошкольного отделения Видновской школы номер 7 представила зрителям свой отчетный спектакль. Представители правоохранительных органов организовали дежурство на станции Калинина. Это еще одна мера, принятая для того, чтобы снизить число несчастных случаев на железной дороге. С начала 2022 года под колеса поездов попали уже 10 человек. Регулярные рейды представителей администрации округа совместно с полицией призваны снизить число нарушителей. Пассажирам раздают памятки, объясняют на словах, насколько опасно пересечение железнодорожных путей в неположенных местах. На прошлой неделе, как пример, мы с 14-18 число дежурили совместно с именем отдела полиции на станции Расторгуево. На этой неделе мы продолжаем дежурить и на этой станции Калинина. Большинство случаев происходит из-за нарушения правил пересечения железной дороги в районе станции. Но бывает, что человек попадает под поезд и на регулируемом переходе. Как правило, это случается, если игнорируются сигналы светофора. Администрация Ленинского округа призывает быть бдительными и напоминает, что невнимательность приводит к роковым последствиям. В Видном прошла вторая ежегодная межрегиональная конференция «Качество жизни как приоритетное направление при лечении онкологических больных». Принять в ней участие медики могли как очно, так и посмотрев выступления спикеров онлайн. С организаторами мероприятия побеседовал наш корреспондент Максим Козлов. Не случайно практически каждую неделю в Ленинском округе при участии специалистов Видновской районной клинической больницы проходят различные медицинские конференции. В РКБ является не только лечебным, но и научным центром. На очередном мероприятии собрались онкологи Москвы, Подмосковья и соседних областей. То, что это уже вторая ежегодная конференция, это говорит о многом. Это говорит о том, что мы выходим на какую-то стабильность развития, в том числе и в научном плане, и в клиническом плане. Хочу отметить то, что это достаточно такой серьезный труд всего коллектива. Авторитет и уровень наших докторов уже давно признан коллегами. Достаточно сказать, что на нынешнем мероприятии вместе с главным онкологом Московской области Андреем Костиным сопредседателями стали главный врач ВРКБ Бутай Бутаев и заведующий онкологическим отделением Видновского стационара Мурадин Тхакохов. На данных конференциях собираются коллеги-онкологи из своего плотного графика, выбиваясь, для того, чтобы поделиться своим опытом, узнать, как это происходит вокруг. И мы таким образом общаемся, делимся, развиваемся и идем вперед. Ведущую роль в организации проведения конференции, которая получила название «Качество жизни как приоритетное направление при лечении онкологических больных», также сыграли специалисты ВРКБ. Это подтверждает тот факт, что из 12 спикеров, представивших свои доклады, 5 врачей видно в Скорайонной клинической больнице. Планы организации конференции по кардиологии, по травматологии и очень интересный сектор. Это по медицинским, для медицинских сестер. Такого практически нигде нет, поэтому если мы это у нас реализуем, это будет очень полезно для всех. Также в скором времени планируется, что мероприятия, которые будут проводиться под эгидой ВРКБ, войдут в общий график медицинских конференций Московской области, что позволит привлекать на них больше специалистов. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Накануне Всероссийского дня правовой помощи детям сотрудники ОМВД России по Ленинскому городскому округу провели акцию «Я знаю свои права» с учениками 9 класса Видновского художественно-технического лицея. В начале встречи старший юрисконсульт ОМВД майор полиции Яна Титова провела с ребятами викторину правовой тематики. Ну и правильный ответ. Применение административного ареста к несовершеннолетнему не провалено. Также школьникам рассказали о причинах и основаниях для постановки подростков на учет в ОМВД и комиссию по делам несовершеннолетних. По завершении мероприятия полицейские сообщили контакты детского телефона доверия, по которому можно обратиться при возникновении любой сложной жизненной ситуации. Театральная группа дошкольного отделения Видновской школы номер 7 представила зрителям свой отчетный спектакль. В мифическом тридевятом царстве встретились положительные и отрицательные герои из всеми любимых сказок. С народными артистами познакомилась наш корреспондент Галина Житкова. В зале дошкольного отделения Видновской 7 полный аншлаг. Ни одного свободного места в первых рядах – самые главные ценители и критики. Артисты ждут своего выхода за кулисами. Уже с первых минут станет понятно, нравится поклонникам спектакль или нет. Надо быть ближе к деткам. Мне кажется, это очень здорово, когда родители и дети присутствуют вместе на таких мероприятиях. Это здорово, что есть такое в саду. А сын-то ваш знает, что вы сегодня зайчик? А он у меня мухомор. У меня образ дочери бабы Яги. Я сегодня настроена решительно выйти замуж. Надеюсь, у нас все получится. Мама мне любимая поможет в этом. Творческий проект воспитателей, родителей и ребят из театральной группы создавался не один месяц. Каждый артист четко отработал все движения и уверенно играет свою роль. Воспитатель логопедической группы Елена Мурашова в профессии уже далеко не первый год. Способностью к перевоплощениям порой пользуется и в своей повседневной работе. Я вообще человек артистичный по жизни. И я не могу каких-то сказочных тихих героев играть. Вот там зайчик или что-то. Нет, мне нужно вот что-то вот такое. Фурор мне нужен, фейерверк. Вот такой вот я человек по жизни. К своему выходу с Елена Пантелеева готовилась особенно тщательно. Не каждый день приходится играть такую характерную роль. Образ получился очень интересным. Многодетная мама Пантелеева приводила в ромашку еще старшего ребенка, которому сейчас 23. Сегодня младший Эмилия тоже выступает вместе с подружками. Дети включаются в этот процесс, потому что им интересно. Когда они видят родителей, репетирующих, у них зажигается тоже искорка, и они стремятся тоже в этом участвовать. На протяжении всего спектакля зрители с удовольствием включались в сказочный процесс, и каждый персонаж получал свою порцию восхищения. Мы решили сделать проект, в котором участвуют взрослые родители, немножко помогают педагоги и дети театральной группы. Всего, я думаю, в общей сложности где-то около 40 человек у нас было задействовано. Такие спектакли ставят театральной группе дошкольного отделения дважды в год. Следующая премьера запланирована на конец апреля. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, ВИДНИТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.